Слышно, да? Да. Ну, теперь я могу в двух словах рассказать, наверное, про этот фильм. Вы можете задать вопросы, а потом посмотрим в следующий. Что тут, наверное, существенно? Вы видите, во-первых, вот это здание в художественном училище. Кто учился в этом учебном заведении, они могли догадаться. Это примерно с начала прошлого века, это то здание, в то время, когда принималось решение по поводу жить царю или не жить царю. А вот весь перечень фильмов, это то, что здесь представлено, это все работы маирских детцев. Да, вот здесь где-то и выступают режиссеры, сценаристы, но художниками здесь почти везде выпускники или студенты в прошлом училище. В данном случае это была Анна Грицкая, моя студентка, и Лаврентьева. Женя, Женя Лаврентьева, она сейчас у вас где-то учится. Вот, они художники как-то с сановщиками. А кино делается, ну, наверное, я никакой Америки не открою, может быть, ребята не знают, маленькие. Ну, конечно, сначала придумывается, о чем, по мотивам какого литературного произведения, либо по оригинальному сценарию это делается. Сначала все равно, в начале телослова придумывается какой-то литературный текст. Желательно, ну, называется-то киносценарий, желательно его как можно лучше написать, иначе проблемы возникают на следующих всех этапах. В данном случае, это по алтайской сказке, действительно, там много, там, я перекопал материалы и нашел. А искал, почему алтайская сказка, потому что, вот, пилот студии, да, вы, наверное, знаете, ну, кто-то, может, даже диски есть, это у них большая программа, гора самоосветов, это все делается в фильме, так называемой, семейной аудитории, которую можно смотреть вместе с людьми семьи, там, с маленькими, с взрослыми могут смотреть, но ориентированы они именно на семейной аудитории. И нужно найти сказку, которая не была поставлена. Вот я поискал, и самое главное, не просто найти сказку, а еще придумать, ради чего снимать такое кино, и вопрос, как снимать. Потому что, все-таки, вот, гора самоосветов, это такое, как бы, интересное событие в нашем обществе, когда соблюдаются все-таки еще и помимо задач таких воспитательных, может быть, чьи творческие задачи, мы ставили задачу, чтобы художнику было где-то реализоваться. Потому что, все-таки, художники придумывают мир, это, для меня это всегда важно было. Я и сам, когда художником был, все равно придумываешь целый мир. И это самая интересная сторона жизни. Если кино еще получится, ну, сейчас, как в войне. Поэтому, так как мне важно было, чтобы мои студенты, которые закончили художественное училище, шагнули куда-то дальше в мир анимации, надо было с чего-то начинать. И вот здесь, как раз, они, ну, почти все участвовали, да, мои бывшие студенты. Кто-то в качестве художников, постановщиков придумали мир, кто-то в качестве аниматоров. Они проходили с самого низа, проходили все стадии, ну, как бы, своего творческого развития, чтобы потом, если кто-то захочет быть режиссером и делать уже более серьезное кино, то они понимают, как весь этот процесс устроен. Она начинается, это, как я уже сказал, с киносценали, там на листочке что-то написано на трех-пяти листочках максимум, да, на содержание все, довольно подробно все там рассказывается. Если там вот такая маленькая сказка, то она, естественно, увеличивается вот до других размеров, то есть литературная основа как-то так расширяется, либо более подробно все излагается или придумывается сценаристом. Дальше это попадает в руки режиссера, либо, ну, в мои руки, да, я там что-то начинаю придумывать, делать раскадровку, понимая, кого из художников я бы позвал на этот проект, чтобы как-то все совпадало, наши какие-то вкусы, какие-то страсти. И художник-постановщик, на самом деле, кто придумывает мир, это человек, в общем-то, всегда зависимый от режиссера. И режиссеры бывают разные, поэтому вот художник-постановщик очень важен должен обладать какой-то гибкостью по рисованию, он должен уметь в идеале рисовать на любую тему, ну, и все убедительно это сделать. Вот, а у ребят этих, в общем-то, дебюту, мне важно было дать им возможность как-то реализоваться с точки зрения творчества. Мы долго искали, потому что решение этой сказки, чтобы там и чувствовался, в общем-то, алтань, кто немного знает, они там оттенки этого точно видят, потому что перекопали, кто жил там на алтаре, всех народностей там, ну, очень много, на самом деле, материалов было использовано, наверное, и углубляться далеко, потому что детям это не очень интересно. Но все равно это ищется подоплека такая, чисто национальная, да, вот какие-то оттенки, детали одежды, мир придумывается, какие елки, какие кусты, цветочки должны быть, чтобы они как-то отражали ту культурную основу, которая на Алтае была, и которая, ну, да, скорее всего, была сейчас в меньшей степени, но она была все равно такая. И вот мы придумали какое-то загрузительное решение. Дальше разрабатывается решительный сценарий, когда я перехожу на работу с художниками-аниматорами, и все это рисуется сначала на карте, это сканируется, проверяются все движения, как там улоги ходят, как лягушка одевает, кричит. Это все придумывается. Сначала она на карте рисуется с помощью карандашей, это сканируется или там снимается на фотоаппарат, проверяется, хорошо это движение сделано, либо плохо. После этого все эти рисунки переходят на другой этап, когда это начисто прорисовывается и рисуется заново, снова загружается потом в компьютер, ну, примерно на пищем, если бумаги это вот начисто все нарисовано, в компьютере потом это раскрашивается с помощью, ну, условно говоря, фотошопа, там есть специализированные анимационные программы, где это раскрашивается, добавляются всякие маски, чтобы было больше ручной работы, было меньше, ну, такого американизма, который мы не очень любим. Нам важно, чтобы это вот какая-то душевность и теплота там присутствовала, и, в общем-то, ручной работы, чтобы максимально много было там, и она такая, как бы, не искусственно придуманная была. Вот это очень большое количество рисунков, они также вот загружаются туда в компьютер, раскрашиваются, потом выроют и по файлам, или там по отдельным картинкам, потом собираются специальные монтажные программы. После того, как эпизоды собраны, или там сцены собраны, да, возникает фильм в итоге, да, я его немного поправляю, где-то монтирую и работаю уже с композитером. В данном случае весь и деятельный композитор этого фильма, вот он придумывает какое-то музыкальное решение, которое, ну, как-то нам вместе начинает наладиться, совместно, как бы, процесс, как бы, заканчивается. Но это творчество чисто композиторское. Вот написана музыка, и потом она проходит озвучание всего день. Пишут, записываются под изображение в специальной студии, когда идет, ну, по-по-по-по, как разрезается, как на киноплёнке, либо по видео, да, по маленьким фрагментам идет изображение, и в специальной студии озвучание два-три человека стучат синхронно, там, топают, ну, брякают всякими и всякими старарными приборами, чтобы создать иллюзию тех предметов, которые есть. Потому что, к сожалению, выбивание, там, или, там, удар по лицу, это не всегда удар по лицу, там, чтобы было понятнее, если вы хотите снимать кино, такой-нибудь щелчок по лицу, это нужно бить по капусте, допустим, да, берется капуста, по ней шлепается, и в итоге звук получается идентичен тому, что мы слышим в кино. Не по человеку бьются. Потому что удар по лицу, это совершенно другой звук. Но это специфика вот микрофонов, много чего там, звукозаписывающих инструментов определенных, которые точно не передают. И надо найти вот какие-то аналоги. Это вот своя сложная и очень довольно интересная работа. Плюс работа с артистом, актером, который озвучает, озвучивает в данном случае фильм. И вот после этого все собирается снова в компьютер, звук, шумы, и на нескольких, так называемых, как бы назвать этих, дорожках звуковых, что ли, да, в виде звуковой дорожки все собирается вместе, чтобы это было синхронно пересчитывается и выводится потом уже вот то, что мы видим. Условно говоря, так, если это просто и понятно, я как бы объясню. Если есть вопрос, как что-то делать, задавайте там. Я не буду про шкивты рассказывать, что есть специализированные, если нужно их показывать. Это специальный дырокол такой. Где вот, знаете, что такое дырокол? Ну, дырокол это примерно у нас такой же, но такой более серьезный аппарат, который позволяет пробить вот дырочки и на такие шкивты складываются вот эти бумажки слоями, чтобы можно было так аккуратно все перерисовывать. Чтобы это движение было. Ну, на пацах это сложно объяснять, поэтому я к этому, к сожалению, не готовился, чтобы показывать на штифтах. Но это все вот рисованное, и оно делается таким образом. Это все лучная работа, это не компьютер. Компьютер только как небольшой инструмент, серьезно помогающий нам, ну, облегчает нам много жизни. А на самом деле это все делается вручную. То, что, как и трехмерные компьютерные фильмы, которые вы видите там, американские, неважно, какое кино, это все лучная работа, это не компьютер. Это все равно сидит человек, который обладает, ну, как бы, другими какими-то актерскими способностями, и все это переводит в кривые, там, не знаю, во всякие объекты, которые передвигаются на экране. А долго делается один из них? Ну, в данном случае мы живем примерно по тем же главным, как и в советский период нашей жизни, то есть примерно 8-9 месяцев мы делаем. Ну, в пилоте, в общем, как-то более... То есть, когда мы в фильме делали 9 месяцев? Да, 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 мы делали примерно 10 месяцев. Продолжение следует...